Дорогие братья и сестры, салам алейкум. Дорогие друзья, доброй ночи. Вы видите, где я сейчас нахожусь. Это Дом Всевышнего Аллаха. Это заповедная мечеть. Это священная Кааба. Всевышний в этом году явил мне такую милость, что позволил в очередной раз совершить умру или малое паломничество. Но и это еще не все. По милости Всевышнему мы в этом году смогли посетить трех крупных ученых Саудовской Аравии. И нам удалось пообщаться в этом году с имамом мечети пророка Мухаммада, мир ему благословения, в лучезарной Медине с шейхом Абдул-Мухсином Аль-Касимом. Во-вторых, нам удалось встретиться и пообщаться с муфтием в заповедной мечети шейхом Юсуфом Аль-Бахусом. И, наконец, в-третьих, нам удалось пообщаться с директором Института Арабского Языка в Саудовской Аравии шейхом Хасаном Аль-Бухари. Да-да-да, вы не ослышались, его зовут именно Аль-Бухари, как и великого собирателя хадисов. И он родом тоже из тех самых благословенных земель, которые арабы в древности называли Ма-Вара-Анахам, то, что за рекой. И каждый из этих ученых, когда мы приходили к нему на общение, спрашивал меня подробно. О, Руслан, откуда ты родом? Неужели ты из Дагестана? Неужели ты из той самой благословенной земли, куда ислам донеслись подвижники? Как это происходило? И во всех деталях они просто из меня вытаскивали клещами эту информацию. И я тогда пообещал, что я обязательно в подробностях расскажу в новом документальном фильме, как это происходило, какими жертвами сподвижники засеивали семена истины в нашу каменистую землю. Но рассказывать эту историю вам я буду не один. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас находимся в некотором напряжении, потому что буквально в эти секунды над Каспийским морем в сторону Махачкалы летит в борт с нашими дорогими гостями. Я специально не называю вам их имена, пусть это станет некоторым сюрпризом, но мы реально переживаем, потому что их вылета вообще могло не состояться. В Шереметьево отказывались посадить их на борт, но хвала Всевышнему уже все позади. И буквально через несколько секунд я вам представлю наших высоких гостей, и мы начнем наше историческое расследование. Дорогие друзья, наконец я могу представить вам наших дорогих гостей. Это наш любимый шейх Асхар и наш высокий гость из Саудовской Аравии. Я надеюсь, шейх Асхар представит. Машаллах. Добракат, уважаемые братья Суши, Машаллах, уважаемый шейх Руслан. Машаллах, чизак Малахар за такое гостеприимство, Машаллах, за такое прием. Наш любимый брат, Машаллах, приехал из Лучезарной Медины, в городе пророка Мухаммада, саллах, алейсалям. Наш любимый брат, шейх Маруан. Шейх Маруан из Медины? Из Медины. Машаллах. Чем известен наш дорогой шейх Маруан? Их дом очень известный, это брат нашего любимого шейха Салиха Аль-Мухаммеса, который имам первой мечети в исламе, советник короля. Мечеть Архумба. Это мечеть, которую построил пророк Мухаммад, мир ему благословение, во время переселения из Мекки в Медину. До вступления в Медиду была построена эта мечеть. И шейх Салиха Аль-Мухаммеси, брат нашего шейха Маруана, он имам этой третьей по значимости мечети в Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии, не в Медине. Машаллах. Аль-Масахин, я искренне рад вас приветствовать. Мединат канад байна джидарей. Мединат байна джидарей. Мединат канад байна джидарей. на Кавказе, а у нас первая мечеть, в которой Куба, мы оттуда приехали к вам, Машаллах. Машаллах. Это получается две первые мечети, фактически в Аравии и на Кавказе. Машаллах. Какая параллельность? Машаллах. Мы сейчас уже поднялись с нашими дорогими гостями, с шейхом Марваном из Саудовской Аравии, с шейхом Асхатом из Москвы, который присоединился к нам. И мы сейчас начинаем наше историческое расследование. посвященное этапу прихода сподвижников пророка Мохаммада Мирома Благословения на Кавказ. Первые восторги арабского гостя вы уже видели. Он впечатлился масштабами Дербенской крепости, стенами, которые шли от Дербенской крепости в самое море. И он первую нашел параллель между Саудовской Аравией и Кавказом. О том, что его двоюродный брат представляет, он является имамом в первой мечети на территории вообще всей Аравии. Кроме того, мы сегодня посетим первую мечеть на территории Кавказа. Открытие уже начинается. В самый волнительный момент заходим в крепость. Обилие туристов здесь. Просто город переполнен. Первый раз входит наш арабский гость в Дербенскую крепость. Мы находимся в цитадели Дербента, которая сейчас называется Нарин Кала. А арабы ее называли Кала Албаб. От названия города Баба-Лабаб. Дербент имеет очень давнюю историю. Первое поселение здесь возникло пять тысяч лет назад. Следующее поселение возникло здесь две тысячи лет назад. И вот с тех пор две тысячи лет город непрерывно развивается. Естественно, когда возник арабский халифат, он тоже стремился взять под контроль торговые пути международные. И вот на Кавказе одним из таких центров, куда был обращен внимание молодого исламского государства, это был Дербент. То есть с момента возникновения ислама арабы, когда вышли за пределы Аравии, они уже стремились сюда. И уже в 642 году в правлении халифа Умара здесь появились первые арабские отряды, передовые отряды, предводительственные известными знаменитыми сподвижниками, ансарами. А кто был руководителем отряда сподвижников? Руководителем всей этой компании был Сурака ибн Абр. Сурака ибн Абр. Руководителем передового контингента был Абдурахман ибн Рабия Аль-Бахи. Можно сказать, вот эта дата, это первая дата появления ислама в Дагестане, в Дербенте и первого Азана. Получается в 642 году, если сюда зашли мусульмане, а сегодня 2022 год, у нас юбилей первого Азана и прихода ислама на территорию Российской Федерации и Дагестана. Это получается 1380 лет юбилея. Конечно, они двигались по Прикаспийской равнине. Южная городская стена, она полностью закрывала проход. Центральные ворота сейчас они называют, носят тюркское название Уртакапы, средние ворота. По всей видимости, при арабах они назывались Баба-ль-Хадид. Баба-ль-Хадид, который назвал арабий. И сейчас Уртакапы, значит, Уртакапы в Туркии в области. По всей видимости, где-то здесь рядом происходили эти переговоры. Очень интересен текст этой грамоты, которую выдал Сурака ибнамр. В итоге они сохранили этого наместника и вместо налогов, вместо джизи им обязанность было военная помощь, арабам помощь в распространении ислама и защита государства. Они освобождались от налогов населения города, они сохраняли свое имущество и они сохраняли свои религиозные общины. и арабы не разрушили патриаршего дворца. Удивительные факты приводит Муртезалис Рождеевич о веротерпимости арабов, о том, как мусульмане пришли сюда и выказали максимальное уважение к местной христианской общине, не разрушали престола, я так понимаю, дворца патриаршего, который относился к Кавказской Албании на тот момент, и вообще к местному населению проявили максимальное лояльное отношение, так понимаю, и предложили им легкие условия. От этой башни в горы уходила знаменитая Дагбары или горная стена. 42 километра свыше 60 фортов небольших крепостей, каждый из которых имел название позднее, уже очевидно в постарабский период, но еще не в сельджукский период, они становились ребатами. То есть когда сподвижники пришли в Дербент, первое жесткое столкновение военное у них случилось с хазарами, которые были на север от Дербента. На север это была уже территория Дар-Оль-Харб. Да, Дар-Оль-Харб территория территория войны, и войны арабов с хазарами длились около 150 лет, я так понимаю, пока не выдавили хазаров на Волгу с перерывами. А вот горная территория, где жили местные горские племена, на тот момент военных столкновений с ними не было, как поясняет Муртазалиси Рождиныч, то есть 150 лет противостояния арабов и хазар, и только после этого начинается проникновение арабов в горные территории. здесь я хотел спросить вас комментарии по поводу этих рибатов. Вот мы хотим поехать в рибат Мухаммадия, в рибат Бабуль-Хадид, который сейчас с другими названиями. Что это были за рибаты, почему там находились шейхи, я слышал про переселение большого количества арабских воинов из Аль-Джазира, из Филистина, из Масула, из Хиджаза, массовое переселение арабских семей сюда. Вот та система магалов или махала в Дербенте сейчас 9 кварталов существует, она возникла в каждом квартале он получил свое название по выходцам, которые там были поселены. Значит, и, соответственно, квартальная мечеть тоже носила название Масульская мечеть, значит, Джазирская, Филистинская, Хомская, Дамарская мечеть и так далее. Помимо этого, в 732-733 году была построена Маджид Аль-Джами, главная мечеть, которую вы увидите, которая до сих пор действующая мечеть. Помимо этого, вдоль Дагбары были также возникли населенные пункты, были поселены поселенцы, приводят разные цифры, 30 тысяч, 40 тысяч переселенцев, это вместе с семьями, им выделяли земельные наделы, Дия, значит, они были обеспечены, соответственно, и земли обеспечены. То есть здесь демографический расклад был в значительной степени изменен, город стал полностью арабским. Сюда переселены были арабские семьи из различных регионов, как я понимаю, из Дамаска, из Куфы, из Масула, из Хиджаза, из Хомса, из Филистины, и весь город был поделен на кварталы, которые сейчас до сих пор называют название Магалы, и в каждом квартале, откуда были переселенцы, палестинские, или хиджазские, или масульские, или хомские, была построена своя квартальная мечеть. И эта могальская система распределения кварталов Дербента внутри городских стен, она сохранилась до сих пор. Дорогие шейха, вам сейчас покажут самую древнюю каменную надпись, которая найдена здесь в Дербенте. Получается, это первая официально подтвержденная официальная высеченная каменная надпись, исторический документ, который сохранился здесь в привязке к Дербенту. И один из ранних документов, где фигурирует знаменитая 112-я Сурака. Ай, ма шала. Сурак. Один из ранних. Искренне благодарим. Я там хотел показать вам еще картину. Кто изображен на ней, вы можете сказать? По замыслу автора, это изображен князь Дживаншир в походе. То есть, это тот правитель Кавказской Албании. И я слышал, что он уже потом в правлении Муавии ибн Абусуфьяна, первого династийного халифа, он уже присягнул правителям мусульманских владений. Да. То есть, фактически, это получается первый правитель местных земель, которые в то время относились к Кавказской Албании, который официально присягнул властям халифата и перевел все эти земли в официальное подчинение халифату. И здесь начался новый этап истории Бабуля-Буаб и окрестных земель. Кстати, вы видите, какое количество туристов сейчас приезжает в Дербент, проявляет огромный интерес к нашему древнему городу. Туристы все практически из внутренних областей России и неподдельный интерес, неподдельный восторг вызывает у них эта древняя фортификационная архитектура, причем она связана с приходом сюда мусульман в то время, когда уже внутри города жила и христианская община, и первая иудейская община. И получается, город Дербент стал первым городом, где встретились три религиозные общины авраамистических религий. Иудейская, христианская и мусульманская. Фактически Дербент, вот как называют сейчас эксперты, это Кавказский Иерусалим. Аль-Худс Кавкази, который является символом веротерпимости, добрососедства и уважения друг к другу. И на этом стоит не только Дербент, но и весь Дагестан, Кавказ и вся Россия. Кстати, веротерпимость по отношению к христианской общине показана была еще в арабских землях, где до сих пор на протяжении полутора тысяч лет развития ислама не было никакого принуждения к арабам-христианам по переходу в ислам. И они до сих пор сохранили религиозные христианские общины в Египте, в Сирии, в Иордании и проживают рядом с максимальным уважением друг к другу. Те, кто посещал Египет или Дамаск или Палестину, они как бы своими глазами в этом убеждались. И эта же традиция развивается сегодня на российской земле. Мы, наконец, добрались до первой мечети, фактически Джума-мечеть на территории Кавказа и России. Она построена буквально через несколько десятилетий после прихода самих мусульман сюда. Эта мечеть была построена во время боевых походов, во время Газла халифата против хазаров. И она построена в стиле первых мечетей. Она в ширину длинная такая, чтобы много людей помещалось в первый ряд за имамом. Не вот так, а в ширину наоборот, чтобы первый ряд был широкий. Есть мнение, что это в боевом порядке становились воины. Фактически воины ислама становились вот здесь, делали намаз и уходили через бабуль джихад. Аллаху Акбару Аллаху Акбару Аллаху Акбару Ла Илла Аллаху Акбару Мохаммед Святой Воиной Captions Same У На Мохаммед Какой дуа мне говорит «Аіша ». «Ассаламу Аллаху Илла с Верующих Вы те, кто пришли сюда до нас, мы те, кто придем после вас. То есть делаем самим себе напоминания, чуть вредившие, значит, мы те, кто после вас, то есть, мы тоже сюда придем, это то, что будут наши дамы. Пусть Аллах простит нам, пусть Аллах простит наши грехи и ваши грехи. Поэтому, это из адаба и сунны, когда посещают могилу, давать салям, обитать в могилу. После такого дуа, которую прочитал наш шейх Асхаб, я дам некоторое пояснение. Это одно из городских кладбищ Дербента. Здесь уже похоронены, как бы, наши современники, которые вот уходили из жизни в период Советского Союза, после Советского Союза. Но в центре этого кладбища находится отгороженное место, которое называется Кырхляр. С тюркского языка это 40. Арабы называли это место Арбаун. Арбаун тоже 40. И по преданию, здесь похоронены 40 сподвижников пророка Мухаммада, мир ему благословения. Вот здесь в старой части этого кладбища. Это предание держится уже много сотен лет и мусульмане приходят сюда, на эту старую часть кладбища, чтобы выразить свое почтение, как бы, тому подвигу, тем жертвам, которые совершили в свое время сподвижники пророка Мухаммада, мир ему благословения. Имамы стараются объяснять людям, что посещать это место нужно только для того, чтобы, как бы, ознакомиться с историей, что все поклонение мусульмане должно идти в мечетях. А историки говорят, что, возможно, рядом со сподвижниками были захоронены еще и другие воины других поколений, а именно сельджукские Азии, сельджукские воины, которые уже на следующем этапе пришли в Дагестан и начали раздвигать границы мусульманских владений еще дальше на север и заходить в горные районы, куда не успели зайти сами сподвижники пророка Мухаммада, мир ему благословения. Это кладбище находится за стенами Дербента, за Бабу-ль-Джихад, на стороне Дару-ль-Харб, того периода. Поэтому ученые считают, что, наверное, во время войны с хазарами мусульмане, наверное, не оставляли бы здесь своих шахидов. Они забрали бы их на южную сторону. Поэтому ученые задают вопрос, на самом ли деле сахабы похоронены здесь, но они подтверждают определенно, что сельджукские Гази, ас-Саладжик, похоронены здесь. Поэтому это научный вопрос, и ученые продолжают исследовать. Многие мусульмане уделяют большое внимание именно вот этому захоронению. Говорят, что здесь 40 сахабов захоронены, и ограничиваются этой цифрой. Но на самом деле в первых битвах с хазарами здесь гибли тысячами, тысячами гибли сахабы и табиины. Только в одной битве под Баланджаром, это Срединный Дагестан, где-то в районе современного Кизелюрта, как говорят ученые, во время грязного похода в октябре-ноябре, когда пошли дожди, и земля превратилась в сплошную глиняную кашу, и верблюды не могли прочно держаться на ногах на земле, их ноги разъезжались, мусульмане-арабы потерпели поражение от хазар, и только в одной битве под Баланджаром есть сведения разные, что погибло около 4 тысяч сахабов и табиинов. Они все похоронены в этой земле. Где находятся их могилы, мы не знаем точно, но исторические свидетельства утверждают о массовом большом количестве жертв во время этой битвы. Такими жертвами мусульмане приносили религию в эти земли. Кстати, во время поражения под Баланджаром войско мусульман выводили из поля битвы два величайших сподвижника пророка Мухаммада, мир ему благословение, Сальман аль-Фарисей и Абу Хурайра, добой доволенными Всевышней. И это исторически подтвержденные факты, которые наши историки, востоковеды, обнаружили в летописях и ввели в русскоязычный научный оборот. Это вот ученые из Республики Востоковедения и в том числе из Дагестанского научного центра. Это вот их изыскание последних лет. Я бы хотел добавить, что захоронения надгробные памятники вот этого сундукообразного типа, они не только на территории вот именно этого огороженного участка Кирхля. Они раньше, в Средневековье, были на всей территории к северу от Северной Стены. И на Южной Стене тоже они есть, сундукообразные памятники. На самом деле их было несколько тысяч. Сохранились средневековые гравюры западноевропейские, Адама Алиария, Голландца и других. Вот на этих гравюрах даже указано вид с севера, что прямо усеяно многочисленными вот этими сундуками. Причем это все были фактически Макабер и Шугадай. Да, это все. А есть такое мнение у специалистов, что вот эти горизонтальные сундуки, они устанавливались исключительно на местах захоронения шахидов. На могилах шахидов. В то время как представители богослова им ставились вертикальные сундуки. Вертикальные. Вертикальные. А это именно шахида? Да, Аллах. Вертикальные. Вот то, что мы говорили, что это фактически открытая книга, каменная летопись истории первых веков ислама. Завершив здесь на кладбище, мы теперь направляемся дальше в нашем историческом расследовании. Потому что на следующем этапе нас ждут еще более удивительное открытие в тех пограничных укреплениях, которые строили мусульмане-сподвижники вокруг Дербента. Вперед! Сейчас мы должны пояснить нашим зрителям, где мы находимся. Это окрестности селения Гимийги. Мы как раз по пути в это селение. Это старое название его Мухаммадия. То есть это те земли, в которых сподвижники и табиины построили укрепленные заставы. На границах халифата, когда они вышли в район Дербента, они обезопасивали Дербент вот такой вот цепью укреплений и фортов. И как нам поясняют местные жители, вон там на заднем плане находятся остатки одного из таких фортов, который относился к системе укреплений Бабуль-Хадид. Железные врата на арабском языке. Но с течением времени, с тем, что арабский язык утрачивался, эти названия начинали искажаться. И вот Бабуль-Хадид, арабское название, превратилось в Биль-Гади. А Мухаммадия, куда мы сейчас направляемся, превратилась в Гимийди. Меня вот интересует происхождение вообще самого понятия Риббат, дорогой чех. Оно вообще в исламе какое имеет основание и смысл, для чего вообще эти Риббаты создавались и почему такое значение им уделялось правителями мусульманских стран. Риббат или мурабитун, те, которые охраняли границы, это является как бы большим поклонением предстоящему Аллаху. А Риббат вообще что значит? Как переводится? Это застава, да? Как застава. Пограничная застава? Да, которая охраняет границы. Да, укрепление на границах. Укрепление на границах. Где живут воины и охраняют границу. И Аллах Субхану Ва Тааля в Коране говорит в сурате Аль-Амрам в последнем аяте. Я, ой, кто верит, и осторг, и осторг, и верит, и оттек, и Аллаху. Вы верующие, проявляйте терпение. Призывайте их терпением. Делайте Риббат. Приказ Аллаха Субхану Ва Тааля. И бойтесь Аллаха, может быть вы преуспеете. То есть, делайте Риббат это что? Это несите службу на заставах получается? На границах мусульманских владений? На границах мусульманских владений, дабы охранять, оберегать это от врага. Субхану Ва Тааля в другом языке. Вы спугнете и оттолкнете врага Всевышнего, вашего врага. То есть, получается, несение службы в заставах, фактически в Риббатах, было предписано Всевышним в Куране прямым текстом. Прямым текстом и приказом. Это приказ Всевышним. И то, что делали здесь мусульмане, вот в этих Риббатах, Мухаммади, Бабуль Хадид и в других, вот с этими арабскими названиями, это было не просто военной повинностью и необходимостью. Это было еще поклонением, которое повелевает сам Всевышний. Как добрый и отекав во время Рамадана, когда в мечети живут, поклоняются Аллаху. Здесь же тоже во время военного положения они становятся ребятами и охраняют границы. Это является великим поклонением. И кто погиб на это поклонение, тот шахид говорит ученый. Граница халифата проходила именно вот здесь. После завоевания персов, при Умарасхабе, арабы пришли сюда, заселились, переселились своими семьями и начали обживать эти места для распространения ислама. То есть от Дербенской крепости идет Дербенская стена, фактически горная стена. В сторону Табасарана. В сторону Хучни, фактически. Через вот эти вот горные ущелья от Роги и везде стояли отдельные оборонительные башни в этой стене. В этой стене. И Мухаммадия возникла тоже у этой стены, я так понимаю. Духовно-просветительский центр исламский. Как воины ислама и просветители шейхи фактически несли свою миссию, защищали границу мусульманских владений и вели просвещение, мусульманское просвещение. А здесь у вас в Мухаммадии люди переселились, домов не осталось. А следы пребывания мусульман, воинов там остались вообще или все заросло лесом? Ну так таково все заросло лесом, но мы в частности можем вот свидетельство кладбища Шахид Дашлари у нас говорят. Осталось из наших предков название. Вы можете здесь наглядно посмотреть. Вот эти вот саркофаги фактически это и есть кладбище Шахидов. Да. А сколько их здесь таких камней? Ну мы где-то насчитали 39 саркофагов. 39 саркофагов. Здесь вы строите мечеть. Да. Фактически вы начинаете возрождение села с восстановления храма. Да. Как сердце населенного пункта. Да. Мишала, это готовый рецепт фактически для любого дагестанского села, для любого кавказского, российского села. Если вы собираетесь возвращаться на земли своих предков, если вы собираетесь вновь врасти корнями в землю и питаться оттуда вот той силой, которой обладали наши предки, той духовностью. Первый шаг, с чего нужно начинать, это первый шаг строительства начать. Сейчас мы находимся в еще одном селении с арабским названием, это селение Аглаби. Мы сейчас ждем, пока подъедет машина с нашими дорогими гостями Асхад Хазратом и шейхом Марланом. Как раз спускались с селения Мохаммадия после нашей экспедиции. Вот, кстати, машина с ними уже подъехала. Пошла. Мы сейчас встретим их. Это селение Аглаби, которое носит название, я так понимаю, династия Аглаби. То есть это арабская династия, которая правила Дербентом. Эти земли принадлежали этой династии. Личные владения фактически были. Сейчас состав населения здесь изменился, арабское население растворилось уже. И здесь проживает уже выходцы из других сел. Они нас пригласили сегодня в мечеть. Мы сейчас с ними будем знакомиться. Басмалай. Асхад Хазрат. Асхад Хазрат. Асхад Хазрат. Асхад Хазрат. Вот, кстати, Машалла. Это местная община. Уважаемые старшие, я хотел представить наших гостей. Это наш гость из Саудовской Аравии. Шейх Марвана Харбей. Он двоюродный брат имама мечети Аль-Куба. Шейха Салиха Хамгамиси. И эта мечеть Аль-Куба третья по значению, по влиянию в Саудовской Аравии. И сегодня наши гости приехали. Вот шейх Асхад тоже с Москвы. Имам мечети на поклонной горе. Мемориальной мечети. Они приехали познакомиться с историей села, которое носит удивительным образом арабское название. И мы хотели понять, каким образом это село Аглаби связано с приходом сюда арабов, сподвижников. Какую роль сыграла эта династия Аглабидов, имя, которое носит это село, в продвижении, распространении ислама. И понять, как складывалась судьба жителей самого этого села, которые сегодня здесь живут. Мы беседуем на фоне гранатовых деревьев, поскольку гранат является одним из символов арабской культуры вообще. Исторически арабская культура, арабское слово роман. Просто символ, кто знаком близко с арабской культурой. И мы сейчас как раз беседуем на фоне гранатовых деревьев. Это очень интересная связь. Это территория мечети. Мы уже неоднократно и ухаживаем. Смотрим за мечетью. Тоже у нас прекрасную мечеть построили. А как здесь вы оказались на этих землях? В какие годы? В 1956 году мы переселили село Аглобейс из села Цилинг. Из села Цилинг? Из села Курахского района. Вы из Курахского района переселили? Да, мы из Курахского района. То есть, получается, мы земляки. У вас такое многонациональное село, которое живет… Да, лесгины и азербайджанцы. Они выходцы из селения Марага. Да, да, да. И там Дарвах село есть. Кстати, это те же самые исторические земли, куда были заселены когда-то арабы, а потом туда заселились тюрки, сельджуки. Да, да. То есть, фактически, вы, выходцы из горного села и выходцы из тех земель, где жили арабы, вы встретились снова в арабском селе фактически. Да, да, селе Аглобей. Так называемое село Аглобей. И как отношения между двумя общинами? Очень хорошие отношения у нас, братские отношения. Вы уже второе село, с которым мы сталкиваемся. Которые были переселены. Мы вчера снимали селение Мухаммадия, которое является азербайджанцами по официальным записям. Они переселены были на Равни, но сейчас они хотят вернуться в родное село. У вас есть порыв к тому, чтобы вернуться туда, в горную зону, хотя бы восстановить некоторые дома, вернуться к корням? Ну, естественно, тянет, где наши прадеди жили. Да, да, да. Места очень прекрасные, свежий воздух. Да, действительно. Да, тянет. Меня лично туда тянет. Я там был, и я знаю. И наш дедовский фундамент сейчас остался. Дом камня все осталось. Кстати, вот эти выходцы из селения Мухаммадия говорят, что без духовного такого фундамента село очень сложно возродить. И они говорят, мы первым делом вернемся в село, и мы, говорит, начинаем возрождать, говорит, мечеть. Там, в тех исторических землях. Сейчас, как вы думаете, вот к вам приехали в гости из Саудовской Аравии, молодежь тянется к религии, ваши соседи из селения Мухаммадии возрождают мечеть. Как вы думаете, вот такой шаг помог бы придать импульс к тому, чтобы село начало развиваться на новом уровне? Да, конечно, сейчас, да, молодежь сейчас очень грамотная. Сейчас все, даже сейчас, кто сейчас не молится, допустим, они сейчас жалеют об этом. Сейчас молодежь, я сам участвую в 2013 году, я сам совершил хадж. Я знаю, я знаю, самый день, ислам день. Мои жители, вот, пьянтичные намазы, ряд полностью закрываются мечеть. Полностью? Да. Раньше такого не было. Уж если с Медины приезжают, с Саудовской Аравии приезжают гости, чтобы изучить историю этих мест, мы с еще большим интересом и трепетом должны относиться. Уже впечатления очень хорошие, настроек для молодежи есть. Я думаю, иншалла, все будет благодаря Всевышнему. В продолжение нашего исторического расследования мы прибыли в Куракский район Дагестана, старое селение Качхур, вот за нашими, через мост мы там видим уже надпись Качхур. И мы хотим понять, как с историей распространения ислама связано именно вот с этим высокогорным селом. Мы находимся сейчас в Южном Дагестане, в Магали Махал Курак. Селение Качхур, вне всякого сомнения, относится к числу древнейших населенных пунктов этой части Дагестана. И нет сомнений также в том, что это селение было исламизировано более тысячи лет тому назад. Дома строили таким образом, что весь комплекс домов превращался в единую крепость. Начиная снизу строй, там на первых этажах были хозяйственные постройки, там могли держать скотину или склады у них были, а на верхних этажах уже жилые помещения. Вот она. Ей примерно 800 лет. 800-900 лет. Потому что даты нет. Ее датировка по почерку. Эта мечеть одна из больших мечетей Горного Дагестана. Основное помещение было на втором этаже, главный зал мечети. Его общая площадь 170 квадратных метров. Это большая по дагестанским меркам, по горским меркам. Это говорит о величине населенного пункта. И значение как для да'авата. Конечно, конечно. Это был крупный населенный пункт. 170 квадратных метров. Это марказ Ислам. Это марказ дагвы. Эти полукруглые. На первом этаже были мадресы. Мактаб. Мактаб. А предназначение этой арки, на самом деле, здесь был, раньше, проход. Это была улица. Под этим была арка. Вопрос такой. К какому году относят строительство данной мечети и на какие села, окрестные, распространялось влияние местных мусульман? Определенно об этом мы сейчас, ввиду скудности исторических источников, говорить не можем. О годе строительства этой мечети мы можем предполагать. Точная дата его возведения неизвестна. Однако, судя по сохранившимся артефактам, она относится к X-XI веку. Кстати, в это время наблюдается, именно в X веке, во второй ее половине, наблюдается массовое строительство мечети в горном Южном Дагестане. Если территория Дербента и прилегающие к нему округи была исламизирована раньше, она доступна для завоевателей, то горная часть Южного Дагестана была исламизирована позже. А какая из мечет, она является одной из первых? Да, она является одной из первых. Одной из первых в горной зоне уже Дагестана, когда арабские проповедники зашли уже в горные ущелья. Да, она является, вне всякого сомнения, одной из древнейших мечетей горной зоны. Наряду с мечетями в селении Каракуре, в селении Ахты, Микрах, Реча, Мака и ряда других. То есть, фактически уже пошел массовый вход арабских проповедников в горные ущелья, и второй этап исламизации получился более, ну скажем, масштабный. Он масштабный, более продуктивный, поскольку он охватил уже труднодоступные уголки горного Дагестана. Территория, которая входила в так называемый Курахский магал, в свою очередь, также делилась на ряд союзов сельских общин. Вот, в частности, тот магал, тот магал, который возглавлял, во главе которого был Качхур, охватывал также и соседние селения, такие как Штул, такие как, где ныне находится, Титэл селение, селение Кимихыр, селение Цилинг, это все была одна территория. Цилинг здесь тоже входил в Качхурский, скажем, зону влияния. Она расположена, она расположена неподалеку. То есть, это тот самый Цилинг, откуда люди были переселены в Аглаби. Совершенно верно. Совершенно верно. Просто круг замыкается. Те переселенцы, которые оказались в селении с арабским названием Аглаби, вот, связанные с одной из первых, первая волна исламизации, первый этап исламизации, оказывается, они, вот, выходцы из этого ущелья, которое было затронуто уже во вторую очередь. То есть, вот так вот, вкруговую связаны села Джамат и Дагестан, и в этом этапе исламизации, в этом вихре, фактически, который захватил жителей южной части республики, пропитал исламом и выбросил их на север Дагестана уже к следующим народам, там уже даргейнцы, аварцы, кумыки, оттуда уже к чеченцам. Да, в целом, конечно, само распространение ислама в Дагестане шло от юга к северу, от юга к северу, и с равнины в горы, равнины предгорья Гон. Удивительные процессы, которые просто полностью поменяли политический ландшафт на Кавказе. Вы знаете, шейх Асхад, шейх Марлан, когда мы путешествуем, заходим в горы и видим, через какие подвиги проходили первое поколение мусульман, как они заходили в эти ущелья, как их массово убивали язычники с достаточно жестким отношением, с твердыми такими жесткими сердцами. Вот буквально устаз Замир упоминал селение Штул. Там по преданию разом были казнены, обезглавлены 70 хафизов, которые пришли проповедовать Куран. И долгое время проповедники ислама не могли еще зайти в окрестности Штула, не могли зайти дальше, глубже в Курахскую долину. И только потом, через многие десятилетия, пришла новая группа хафизов, проповедников, которые просили, пожалуйста, позвольте нам поселиться рядом с вами. Мы готовы выполнять самую грязную работу – тесать камни, чистить навоз, ухаживать за скотиной. Просто позвольте нам жить рядом с вами и показать, кто мы такие. А это были хафизы, это были знатоки ислама. И они жили рядом с этими суровыми людьми, показывая им свой нрав. Нрав Курана, нрав пророка Мухаммада, мир ему благословения. Смягчали их сердца и склоняли их к религии. И вот получается, что видите, как складывалась история проникновения ислама в горы. Это не какие-то походы с массовой резней, как нам описывают. Арабы пришли, массово проливали кровь. Их кровь проливали, суровые язычники проливали кровь хафизов. Вот эти все окрестные горы, они все усеяны могилами первых проповедников, которые ради Аллаха шли возвышать слово истины и встречались с самым жестоким таким отношением. Многие погибали в жестоких стычках, но они все равно, преодолевая страх смерти, они шли вперед и возвышали слово Всевышнего, и смягчали людские сердца, склоняли их к исламу. Это полностью меняет наше представление о том, как вообще шел призыв к исламу. И это же фактически путь пророка, путь любви, путь рахмана, путь милости. Мы тебя не спасли, как милостью для миров, сказал Всевышний Аллах. Вспомните Таев, когда пророк Мухаммад, саллаху алейсалям, вместе с Зейдом. Кстати, горный район. Похоже на Таев, да. Как он вместе с Зейдом, своим помощником, когда пошли в Таев, когда призывали к исламу, призывали к Аллаху, саллаху алейсалям, призывали к Раю, то их 20 дней они там находились на этой территории. И народ их прогнал, кидал у них камнями. У пророка Мухаммада, саллаху алейсалям, потекла кровь, тапочки были в крови. Как здесь. Как здесь. Зейд защал его пророку, саллаху алейсалям. И потом он ушел в тень и начал делать известную дуа. Он сказал. И ej, над אני человеку. Позвивали. Егоун, conservative нис deserve. И этоær! И или предсторонцам. И GU? То есть в этом Дуашешех Руслан просил, что Аллаху, Субханава Тааля, прощение. Он не просил наказания, чтобы Аллах послал на эти народы. Он просил прощения. О, Аллах, Субханава Тааля, может быть, я не смог... Прощение для этого жестокосердного народа Таефа. Для этого Таефа и для себя, может быть, я не смог донести должен образом твое имя, твое слово у Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля. И потом Аллах послал ангела Джибраиля, алейсалям, и ангела Джибаль, ангела Джибаль, ангела Гор, который, знаете, так же Таеф, тоже он полностью в горах. Потому что одно слово я, Мухаммад, не все горы перевернул на этот народ. Одна же сказала, нет, я прошу Аллаха, Субханава Тааля, за них Дуа. Да, иншаллах, из-за этого будет время, когда отсюда будут выходить проповедники, ученые. И так оно есть на сегодняшний день. Ученые все из Таефа, и когда мы на летние каникулы ездили, Куран повторяет Таеф, прекрасный там воздух. Другая история. Дядь, я извиняюсь, шею Хасаду, можем ли мы надеяться на то, что Дуа Пророка Мухаммада, мирного благословения, и милость Всевышнюю, которую он явил к этому жестокосердному народу, она, может быть, хотя бы частично охватила и нашу землю, где были тоже суровые люди. И в чьи сердца, милость Аллаха и вообще представление об исламе, понимание об истине проникало так же медленно, как вода проникает в камень. Вы возьмите любой речной камень из реки, достаньте, раскалите его, он сухой внутри. Он годами, десятилетиями лежит в реке, но вода не проникает внутрь. Точно так же история исламизации Дагестана растянулась на 1200 лет. Последнее село в Дагестане, селение Куанада, приняло ислам во времена имама Шамиля. То есть исламизация началась в 642 году, это 7 век, и завершилась в середине 19 века. Это 1800 какой-то год, это почти 12 веков, и на что имам Шамиль сказал жителям Куанада, вы ислам последними приняли и последними его оставите. Это говорит о характере горцев, которые долго принимают, невероятно долго принимают новые убеждения, но потом никогда в жизни от них не отказываются. И получается, что после выхода за пределы Аравии во времена Абу-Бакра, рада Аллаху ангода будет доволен им Всевышний, мусульмане за 10 лет сокрушили две величайшие империи, персидскую и византийскую, отбросили ее туда, на Анталийский полуостров, прошли тысячи километров, покорили десятки стран, дошли до Дербента за 10 лет. И после Дербента 1200 лет, вот такая вот маленькая территория Дагестана. Вы представляете, с каким сопротивлением внутренним столкнулись здесь мусульмане, арабы, что они вот шаг за шагом, сердце за сердцем, капля за каплей, меняли людские сердца и склоняли их к крестине. Я прошу прощения, что перебил вас. Я прошу прощения, что перебил вас. Вспомните также битву при Ухуде, когда Кусират Руба'ияту, когда Мухаммад слабали зуб, когда убили его дядю Хамзу, когда Ибн Каниа вырал яму для него, чтобы туда упал, и туда упал пророк Мухаммад, и он его бил мечом сверху. И женщина, женщина, умму Амара, закрыла своей спиной пророка Мухаммада, и отрубили одну руку, как мотолышку баранью, другую руку. И тогда пророк, глядя на нее, женщина, это не мужчина, женщина, которая, посланник Аллаху, сказала, ты не выдержишь, умму Амара, ты не сможешь выдержать это. Она сказала, я смогу, я смогу, претерплю, я посланник Аллаха, однако я хочу быть с тобой соседкой в раю. Вот это, после этого, что, такая убить, у Мухаммара отрубили руки, она еще после этого прожила, сахабы убили, похоронили семьи сахабы при ухуде, Хамзу Радаллаху Альху, который говорит, осаду Аллаху, лев Аллаха, пророк, салаллаху алейкум, зуб сломал, потерял своих спадриджников, ушел в сторону и сказал, «О, Аллах, прости мой этот мой народ, они не знают, они не понимают, что они сделали, они не поняли до конца, кто я, с чем пришел, куда я их призываю». Поэтому, Аллах, субхану Аллаху, написал в Коране, сказал, «Фабима рахмати мин Аллахи линьта лахум, валов кунта фазан, галии за лкалб, лан фазану мин хавлик, фааафу анхум, вастагфир лахум, вошауир хум фи ламр, фаиза азамта, фатаваккал аля Аллах, инна Аллаха, юхимбу алмута ваккилин». «Фабима рахмати мин Аллахи линьта лахум, только по милости Аллаха ты был мягик по отношению к ним. Если твое сердце было бы, Мухаммад, жестким по отношению к ним, они бы все отвернулись. Если тут тоже было бы у этих наших мусульман сердце жесткое, они бы все бы отвернулись. У тех призывающих к исламу, если было бы жесткое сердце и жесткие методы? Также пророку Мухаммаду Всевышний говорит, «Если ты был бы жестким по отношению к ним, вот этим людям, они бы отвернулись, а ты мягкий, фааафу анхум, Прости их. Прости прощения за них. И советуйся с ними в вопросах. Если что-то уже надумал сделать, то положись на Аллаха. Поэтому, что я хотел сказать самому себе и всем нам. У нас миссия, аль-хамдалля, она выше того, чтобы спорить. Выше того, чтобы защищать какие-то свои, когда тебя скорбили, или еще какие-то личные вопросы. Весе миссия человека и пророка Мухаммада, которым Всевышний Аллах сказал, тебя Аллах послал как милостью для миров, была более выше это. И это поколение, взращенное посланником Аллаха, миром и благословением, которые следовали ему во всем, в каждой мелочи, вплоть до того, как начинать свой день, и как проповедовать, и как нести миссию единобожия, это поколение вошло в наши горы, вошло в наши районы, соприкоснулось с нашими предками. И вот по этой программе, мягкосердечной, они фактически на тысячелетие развернули стратегический процесс по изменению сердец людей, склонению их кости. Аллах да помилует их всех, и сделает нас достойными вещами. В итоге нашего исторического расследования мы попали сейчас на руины селени Цилинг, которые мы в ходе расследования встретили два раза. Первый раз о нем мы услышали в селении Аглаби, это вот тоже был центр арабского влияния во фунтерпенто, но сейчас там оказались, в последние десятилетия живут выходцы из селения Цилинг, которые были переселены в 52-м году на равнине. И второй раз мы услышали про селение Цилинг, когда снимали Качхурскую мечеть. Наш ученый, доктор исторических наук Замир Закарьяев упомянул Цилинг как одно из сел, которое находилось под влиянием Качхурского джамата, именно с центром в Качхурской мечети. Скажите, пожалуйста, вот эти руины, это все жилые дома? В этом переписи 1884 года сделана перепись. Вот архивы находятся в Махачкале, в той переписи 131 хозяйство указано, в этой переписи. 131 хозяйство, которое он здесь в Москве живет? В этом месте 131 хозяйство. А вы свой дом можете найти здесь? У меня в 2000-м году дома есть эти, дома я не мог найти, в тот раз с братом приезжали, мы фундамент нашли, в этом районе, сейчас ничего не осталось. А сколько вам лет было, когда отсюда... Я маленький был, 5,5 лет. Когда мы снимали селение, дай бог памяти, Цолада. В селении Цолада мы снимали, прошлый фильм. И я их спрашиваю, у вас есть село на равнине, Циап-Цолада называется, Новая Цолада, под Хасавюртом. Я говорю, почему вы так привязаны к горам? Они вот прям вот на безжизненных скалах живут. Они говорят, потому что здесь дух. Привязанность к горам сохраняет дух горский и позволяет нам воспитывать детей, передавать им память о предках, передавать традиции, передавать крепкую привязанность к вере. И они говорят, мы эти горы не оставим никогда. Они хотят, чтобы будущее поколение, так же, как они работали раньше, чтобы это село сохранить. Главной целью является сохранить село. Главной целью является сохранить село, чтобы это село дало молодежи что? Что? Именно вот это воспитание. Горский дух. Да. Та воспитание, которое раньше было. И вот мне кажется, что многими цилингцами, которые хотят вернуться в эти села, как и многими выходцами из Мухаммадия, они прям сразу говорили, нами движет желание вернуться к корням и к той вере, которую исповедовали наши предки. Именно к той крепости веры. И они говорят, удивительные слова, я услышал вообще в Мухаммадии, они говорят, наше село выслали после того, как в селе разрушили мечеть. Мечеть разрушили в 50-м каком-то году, начале 51-м, 52-м, и ровно через 10 лет их выслали. И они приводят мне мнение одной жительницы селения Мухаммадии, и говорят, те села, в которых исчезает мечеть, разрушенная мечеть, они исчезают с лица земли. И мы не хотим исчезнуть с лица земли, мы возвращаемся сюда и начинаем возрождение села с восстановления мечети. И сейчас, прежде чем восстановить дома и сады, взялись за восстановление мечети, чтобы восстановить фактически сердце, вернуть сердце своему селу. Мы сейчас подошли к старому кладбищу Целинду, и согласно тому, как нас учил пророк Мухаммад, мир вам благословение, есть адаб, есть правила посещения кладбища. Нужно прочитать дуа. Ассаламу алейкум ахляддияра мин аль-му'менина и аль-мусульмина. Мы должны поприветствовать обитателей могил мусульманским приветствием и сказать «Инна инша Аллаху бикум ля хакуна» Поистине мы последуем за вами. «Ва нас алю Аллаху ляна валя куму ля лафия» Мы просим Аллаха для вас и для нас прощения. Это при посещении кладбища уважение высказываемо к тем мусульманам, которые лежат здесь. И я вот хотел немножко пройтись вдоль могил и понять, какого периода эти камни... Мы хотели спросить вообще что-либо об этом кладбище можно узнать? Замирбану. Вы, пока мы беседовали, вы наверняка смотрели это кладбище. Да, я посмотрел это кладбище. Вообще, хотели понять, какого это периода что-то здесь осталось из надписей. Да, это кладбище оно состоит из нескольких участков. Возможно, даже эти участки сгруппированы исходя из Тухумного умные родовые кладбище. Возможно, это родовые. Там тоже есть два. Они начала 20 века. И вот здесь такой, вообще другой камень. И что? Что здесь обнаружилось? Мата, Мата, Абдулла, сын. Некое вот здесь имя есть. Надо подумать, оно повреждено, что за имя? Ну, оно, да, половина фактически. Эфенди, Эфенди есть, хорошо видно. И на той стороне Джарулла, сын Эгид Эфенди. Они, может быть, вместе умерли. Так получается. То есть семена вот так вот они. Или это продолжение. К сожалению, здесь видите, она обломана. Ну, я же говорю, это мягкие камни, у которых лицевая сторона отслаивается из-за того, что это сланцевый. Семья такая, что там два Эфенди были в этом роде. То есть ученые были. Ученые семья. Итак, на пути нашего дальнейшего исторического расследования лежит легендарный средневековый город Газику-Мух. Гордость и слава Дагестана, который почти на протяжении нескольких сотен лет был столицей всех дагестанских окрестных земель. И для того, чтобы поближе познакомиться с его историей, мы сегодня встречаемся с нашим историком Исмаилом Алиевым, который поведает нам славную историю Газику-Муха и роль арабов в принятии ислама местными жителями. Исмаил, брат, можешь ли ты сказать, в какие годы, в какие века здесь появляются первые арабы? По упоминаниям арабских историков от Табари, Аль-Куфи, это вторая волна завоевания арабами, эпоха Миядов. То есть, это уже четко отграничено второй этап исламизации? Да, второй этап исламизации это эпоха Миядов. Связано с такими полководцами, как Маслама, Марван. Теперь давай обратимся к самому Кумуху. Куда мы сейчас поднимаемся и можешь ли ты объяснить, почему именно Кумух, почему арабы выбрали Кумух как точку привязки к горному Дагестану? на этот вопрос просто надо посмотреть на карту Дагестана. На карту Дагестана зрительно посмотреть на окрестные горы. Они все зеленые, для животноводца просто идеальное место, для экономики государства. Это первый момент, второй момент, это мы здесь находится центр, вокруг которого находится очень много народов. Дагестану, я перечислю. С этой стороны Левашинский район, это Даргинцы? Да. Леваши, Акуша? Левашинский район, Акушинский район, Дахадаевский район, это Даргинский. С этой стороны у нас находится Агульский район, Рутульский район, с этой стороны у нас находится Чарадинский район, Это уже Аварский район, Это уже Аварский район, Гунифский район. То есть ключевые несколько народов Дагестана, которые сыграли роль в исламизации Дагестана и историческом процессе. Начало пошло с Южного Дагестана через земли Лизгин, Агульцев, Табасаранцев. Мусульмане приходят сюда и видят, что этот город Кумух находится фактически в центре Дагестанских земель. И можешь ли ты пояснить структуру самого города, как он был построен и где именно закрепились арабы в тот период? Кстати, перед нами сейчас историческая мечеть. Это историческая мечеть как раз таки построена в период завоевания, амиядский период. Но мы посетим ее чуть позже. В центре села находится историческая мечеть, одна из первых в горной зоне Дагестана. То есть, получается, мусульмане вошли в Дербент в годы правления Омара бин аль-Хаттаба. Это 643 год. После Омара бин аль-Хаттаба правили еще два халифа Усман Али. После них начинается и к концу амиядского халифата мусульмане доходят до Кумуха. Амияды доходят также до Дона, завоевывают Хазарию, Чердарьяльское учение, все окрестности открываются. То есть, приход на Кавказ был по нескольким направлениям. По нескольким направлениям. Насколько я сейчас понимаю, мы, брат Исмаил, находимся на историческом кладбище Кумуха, где похоронены представители правящего рода Шамхалы Газикумухские. И мог бы ты рассказать нам, как появилась вообще эта династия правящая в Кумухе. Кто они по происхождению и почему они Шамхалы? Что это за загадочное название? Мы находимся на кладбище, которое именуют местные Семирдар-Тарану. Здесь похоронены представители Шамхальской династии. То есть, правители, верховные правители Кумуха? Фактически, правители Валии Дагестана. Представители халифата именно Дагестана. Валии, Валии, фактически, это, ну, арабское слово Валии, это Валий, правитель Вилаятия, управляющий. Управляющий. Да. Наместник в Вилаяти, Дагестан. В Вилаяти, Дагестан. Они происходили из рода пророка. Пророка Мухаммаду, Мухаммаду, благословения. Со стороны его дяди. Их кто сюда привез, посадил на трон? Это, на самом деле, большая загадка для историков. Разные версии есть. Дербет на моя своя версия. У другого труда другая версия. Современные истории, говорят, сельджуками пришли. Название Шамхал, так как они выходили из Шама. Есть одна версия, что они назывались Шамхала, потому что они из Шама, то есть из земель, где находятся сегодня Сирия, Палестина, Ливан и Иордания. То есть, по-русски говоря, сирийцы, Шам и родовая принадлежность по-лакски Кал. Это можно сравнить с армянами и грузинами Ян, Дзе, Швили. То же самое в лакском языке. Это Кал, принадлежность к дому. То есть, первая версия, что это Шам, это Сирия, а Кал, это по-лакски откуда они выходят? Из рода сирийцев. Да, из их рода, из рода сирийцев. Самое главное для нас, для понимания того, кто такие Шамхалы, это то, что это арабы, пришедшие вместе с армией мусульман. Сюда, в центральный Дагестан и воссевшие здесь на престол. Так и есть, да. А как, по какой линии они относятся к роду пророка Мухаммада миром благословения? Со стороны аббаситов, со стороны дяди пророка Аббаса. Со стороны дяди пророка Аббаса. Аббаса, да будет доволен им все еще. Доволен им все еще. Я напомню, у пророка Мухаммада миром благословения было четыре дяди. Из них двое были неверующими. Это Абу Ляхаб, проклятый в Куране. Второй это Абу Талиб, тоже неверующий, но защищавший пророка мир ему. Потом Аббас, который был ненамного отличался от него по возрасту, принявший ислам, да будет доволен им Всевышний. И шахид Хамза, погибший в битве при Охуде. Так вот, по линии вот этих двух верующих дяди пророка Мухаммада миром благословения разошлись многочисленные потомки пророка по многим городам и весям. Я так понимаю, что по линии дяди пророка Аббаса сюда пришли воины, распространители ислама, и они сели здесь на престол для того, чтобы управлять окрестными землями. Арабы, когда пришли на Кавказ, слово Дагестан еще не существовало, потому что оно появится позднее, его принесут сюда сельджуки, это тюркское название с персидским окончанием. Сами арабы называли эти земли Аль-Джибаль, горы. И вот этими правителями Минтака Аль-Джибаль, местности Аль-Джибаль, стали представители рода пророка Мухаммада миром благословения. Да, совершенно верно. И есть исторические памятники этому. Смотри, Исмаил, насколько я понимаю, Шамхальская ветвь, она начала расти численно влияние политическое, она начала распространять свое влияние на более широкие земли, и они начали переселяться, я так понимаю, у них начали появляться резиденции по всему Дагестану, или сыновьям, внукам начали выделять какие-то земли. Иначе, как по-другому объяснить, что Шамхалы правили и в Кумухе, и в Тарках, и в Буйнаке, и в других дагестанских средневековых городах. Это, получается, все были резиденции одной арабской правящей семьи? Да, это резиденции одной правящей семьи, и у них, и они не все были правители, то есть род разрастался, был какой-то костяк, стержень, семья, из кого выбирали правители. Другие становились князьями, родовитыми, беками. Они имели свой социальный стад, но на титул правителя, на Шамхала они не претендовали. Я слышал также такую версию, что до прихода в Кумух представители этой фамилии, будущей шамхальской фамилии, они некоторое время находились в селении Маза. Это Самурская долина. Они, ну, понятно, мусульмане, арабы двигались с юга на север, и они сначала осели на какое-то время в Маза, после Маза пришли в Кумух, и Кумух уже стал столицей. Что, возможно, Маза была временной какой-то резиденцией на пути к Кумуху? Сейчас опубликована подобная версия, я читал, знакомился с ней. Дагестанские историки ее как раз сейчас обсуждают. Да. Итак, наконец, в продолжение нашего исторического расследования мы сейчас прибыли в легендарную историческую мечеть Газику Муха, которая, как мы выяснили, является одной из первых мечетей в горной зоне Дагестана и всего остального Кавказа. Бесмилля. Историю этой легендарной мечети мы попросим рассказать нам доктора исторических наук профессора Ахмада Курбанова. Салам алейкум. Салам алейкум. Дорогой наш профессор, расскажите, пожалуйста, как эта мечеть появилась на Кумухской земле и почему она так напоминает своды Дербенской мечети? Знаете, следуя дагестанским историческим сочинениям, то мечеть эта была построена в период пребывания здесь Абу-Муслима. Это легендарный покоритель. Абу-Муслима, с которым мы связываем. Открыватель земель. Да, здесь была надпись, где говорилось о том, что данная мечеть построена по велению богоугодного Абу-Муслима. Ну и... Это какие годы, я прошу прощения? Это восьмой век, это примерно 778-79 год. 70-е годы. Это конец правления Амияцкого Амияцкой династии. Да. И есть еще и упоминание о том, что все же там может быть 734-го, но больше это 778-79 годов. То есть это фактически первые десятилетия, первые столетия пребывания мусульман на этой земле. Да. Я скажу, почему она внешне похожа. Ну это один в один просто Дербентский свод Дербентской мечети. Действительно есть сходство, поскольку одна из первых получается на территории Российской Федерации мечеть она в Дербенте. Ну и наверное по скажем одна из первых тоже на Северном Кавказе и в России получается данная мечеть. То есть возможно строилась она по аналогии с Дербентской мечетью. типовой архитектуре. Я прошу прощения я прошу прощения я хотел бы обратить внимание вот на эти своды что мечеть как и в Дербенте построена в ширину как будто бы ну первое наверное предназначение чтобы больше людей помещалось в каждом ряду во вторых как будто бы в боевом порядке становились верующие ну потому что это были первые первые люди на земле Дагестана первое поколение они же фактически воины были они же с хазарами сколько вы стояли в этой связи я даже попросил бы пройти вот сюда я могу говоря уже о том о боевом порядке для чего и каким образом она строилась я могу сказать что вот эти две нищие они называются максуры то есть то есть и тут и тут подобным образом строились первые одни скажем первые мечети и там вот за стеной защищенной там становились предводители газийских отрядов то есть по центру становится имам а рядом становились чтобы в ходе пятничной службы или обычного совершения обычного намаза если он заходил в мечеть чтобы его можно было таким образом прикрыть единственное я поясню для зрителей что слово газий название газикумух и газийские отряды или отряды газиев которые использует наш историк Ахмад Курбанов означает воитель за веру это арабское слово газий которое вошло в том числе в языки народов Дагестана в имени газимухаммад газикумух название древней столицы Дагестана и от этого слова происходит слово газва газават по-арабски то есть это война за веру а газия это соответственно воители за веру и Кумух в те годы в первые столетия ислама он стал таким центром концентрации газиев воителей за веру которые двигали распространение ислама дальше на север получается что Кумух в Нагорном Дагестане один из таких пунктов куда собирались газии они из Дербента приходили сюда это такой на период 10-12 века это такой центр откуда ислам распространялся на западные территории в том числе совершали походы на территории современных аварских районов то есть и уже где-то с 13 века непосредственно уже сам Хунзах позже станет таким же центром то есть изначально вот эта волна она шла отсюда я прошу прощения то есть если мы берем с первого этапа исламизации о котором мы рассказывали сначала мусульмане пришли в Дербент закрепились в нем лет 100-150 воевали с хазарами чтобы отодвинуть их дальше на север поскольку они завязли в битвах с хазарами на долгое время потом наконец они начали заходить в горные ущелья и вот по горным ущельям распространение ислама пошло с юга на север то есть Самурское ущелье Курахское ущелье Агульское ущелье и дальше на север уже через Кумух пошло значит в Даргинские районы Аварские районы Кумыгские районы и уже дальше в сторону Чечни и Ингушетии Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой чех Асхат Дорогой чех Марлан Мы сейчас прибыли в старое древнее аул Тарки который был резиденцией Кумыгских шамхалов правителей Вот эти все могилы навершиями это могилы правителей династии шамхалов Тарковских Есть версии это одна из версий что слово шамхал происходит от слова ханы из шама то есть они имеют арабское происхождение и эта династия они почти около тысячи лет были верховными правителями Дагестана верховными Валиями Дагестана Вот видим правителей то есть они правили этой дуне можно сказать им землями но у каждого человека последнее это что последний дом этого могилы поэтому Аллах забирает душу каждого человека несмотря пророк он посланник правитель и Аллах обращается даже к пророку Мухаммаду сказал и они все люди умрут арабы вообще очень сильно они очень сильно изучали свою родословню даже Аллах писал в Куране после того как закончится обряды подобно тому как вы вспоминаете своих common их родословных или еще больше или еще больше творите это что долиль на то что арабы всегда вспоминали своих отцов своих праздников и так далее только единственно нельзя свои родословные возгоражаться над другим народом то есть мои деды лучше чем их это еще он помнит своих отцов дедушек бабушек откуда пришел ислам Это тем самым побуждает нас делать за них дуа Тем самым побуждает нас, иншаллах, брать их путь Ведь они брали путь нашего пророка Мухаммада И обогащаться и обучать это своим детям На сегодняшний день наши дети не помнят своих прадедов Наши дети не помнят наши традиции, которые не причаворечат исламом Тем самым они берут традиции какие-то, навязывают им людям И бывают, уходят в какую-то крайность, то или иное Всего же день ЛГПТ, вот эти, вот эти вот Даже вот одного человека, который занимался харамом Его остановило, что твой прадед был имамом Он расплакал, как ты можешь подводить его Ведь он был на пути пророка Мухаммада Поэтому вот это, это нам поможет для того, чтобы сберечь свою джамаат Это поможет нам для того, чтобы идти по правильной пути Наших предков, которые шли по пути пророка Мухаммада После того, как мы проводили наших гостей И передали их гостеприимному Таркинскому джамату Мы попали сейчас внутрь самого кладбища Где захоронены шамхалы Несколько поколений шамхалов, правителей огромных земель В разные периоды, разные территории занимало шамхальство И мы как раз пригласили профессионального историка Чтобы задать ему самые волнующие нас вопросы И в итоге вот это, ну как бы первый этап прихода ислама в Дагестан Очень трагичный, очень драматичный В битвах с хазарами мусульмане завязаны на 150 лет И после этого они перешли ко второму этапу исламизации в Дагестане Когда уже новые поколения мусульман Начали входить в горные ущелья И строить там мечети Это мы тоже показали, эти мечети Как выглядели А после этого уже пошли междинастические браки Уже пошел мирный этап Мирный процесс распространения ислама Вот этот период связан по данным местной хроники С 200-м годом христиан Когда шейхи, они потомки дяди пророка Хамзата Рази Аллаху ангел И Аббаса То есть по линии двух дядьев пророка Махамада Мира Вот они, что они породнились местными династиями Аристократическими династиями Вот их потомками считаются в том числе шамхалы Казикамурские, Тарковские, Буйнацкие Тензия Интересно, а скажите пожалуйста Можно ли считать этот период уже третьим этапом исламизации Дагестана Первый этап строительства мечети в Дербенте Второй этап уже когда зашли в горные ущелья Начали строить мечети в горах И третий этап это уже междинастические браки Когда сами дагестанские правители стали распространителями ислама Они подхватили эстафету И стали той движущей силой дальнейшего распространения ислама То есть получается третий этап Третий этап За время первого этапа очаг ислама в Дагестане был только Дербент Дальше уже шли боевые действия Вот третий этап когда уже То есть первый этап Дербент Второй этап это горные ущелья Южного Дагестана Самурская и Курахская Третий этап это уже правители Ну фактически на горного Дагестана И при Каспийской низменности включая Тарки Один из скажем так Правителей вот этого Тухума Этой фамилии Ирехан сын Багадурхана Смог собрать 8 тысяч воинов Где современный Бабтугай 1455 году выступил с походом для помощи султану Мухаммаду Фатиху В борьбе за Каспийский опыт И 8 тысяч наших воинов Сейчас мы нашли две его подаренные султану Мухаммаду Фатиху Шашки Значит Золотые ножны С надписями на арабском и турском языках Ну в честь взятия Сламбула То есть выходцы из этих земель Фактически воины Шамхалов Участвовали в покорении Константинового Так точно И они все еще считались потомками пророка Мухаммаду Фатиху Так точно Они считались Что они породненный народ Линия которая идет от дядьёв пророка Мухаммаду Фатиху То есть мы делаем отсюда вывод Что мы в ходе нашего расследования раскрыли три этапа исламизации Дагестана Вот я надеюсь мои слова подтвердит историк Не даст их исказить смысл исторических событий Первый этап исламизации который мы раскрыли Это приход мусульман в Дербент Строительство мечети в Дербенте И превращение Дербента в такой духовный центр Дальнейшего распространения ислама Второй этап исламизации Это уже приход следующего поколения арабских проповедников В горы Южного Дагестана Самурская долина, Курахская долина Строительство первых мечетей Каракюрея Качхюр и другие села И третий этап исламизации Когда уже сами правители Дагестана Фактически начали родниться С родом пророка Мухаммада Мирьяма Благословения Через его двух дядьев Хамзу и Аббасада Будет доволен имя Аллах И это уже этап Когда массово начал распространяться ислам Усилиями местных феодальных правителей И здесь В мирной форме Исключительно в мирной форме И здесь ключевую роль сыграла Шамхальская ветвь Которая нам известна Под названиями Казикумукские шамхалы Тарковские шамхалы То есть кто бы это ни был На каком бы языке правители Не говорили по шамхальской линии Они были выходцами из самого Дагестана Которые породнились С родом пророка Мухаммада Мирьяма Благословения И стали движущей силой Третьего этапа исламизации Дагестана Да Хорошо И уже фактически После этого третьего этапа исламизации Более-менее сложилась та картина Мусульманского Дагестана Которую мы привыкли там видеть В учебниках истории Уже к моменту, я так понимаю Битв с Надершахом К моменту соприкосновения С царской империей Уже Дагестан как мусульманский регион Сложился благодаря усилиям Первых поколений мусульман Вторых поколений мусульман И благодаря похороненным здесь Представителям шамхальской династии У меня к вам очень большая просьба Мы вот здесь фактически завершаем сегодняшний день Скоро стемнеет И у меня большая к вам просьба Прямо от жителей этого села Можете ли вы прочитать дуа Чтобы жизнь вернулась в это село И чтобы Аллах Всевышний заполнил его верующими людьми Детским смехом и наставлением мудрых взрослых людей Без дина, иншаллах, баракова фикола Продолжение следует... لك الحمد خيرا مما تقول لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المطر وتكشف انظر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك العلالية